Скажите, по поводу логотипа. Вы пустите какое-нибудь решение? Нет, я это отложил, потому что в моем окружении нет художников, которые искрят идеями, которые предлагают варианты. Все говорят, как бы, ну ты скажи, что надо. Но если бы я знал, что надо, я умел бы рисовать, я нарисовал бы. Слушай, определение логотипа, оно какое-то старое. Это какое-то изображение или рисунок. Да, а какой-то новый этап в логотипе, что-то новое, что-то может быть. Это может быть какой-то сувенир, который будет являться в то же время логотипом. Знаком отличия. Ну, знаком отличия, да. Логотип что-то такое? Знаком отличия. Как раз анализация. Понимаешь, каким-то образом надо визуализировать... Матрешка. Подобное образование внутри шаров. Или клецегранная структура атомов, что у Кушелева многократно... Мы можем здесь чекать, да? Да. Надеюсь, нельзя. Это что-то. Это знак. Понимаешь, логотип заживет тогда, когда вложенные в него смыслы будут понимать все участники проекта. Нарисовали мы клецегранную структуру атома с двумя осцилляторами от Иванова. И все знают, что речь идет о процессах, которые идут на внутри, на субатомном уровне. Вот я видел твой логотип, который ты делал, там рисовал. Ну, это не я, это Сергей из Белоруссии. Вот эта вот штука у тебя, визуализация, она как будто в динамике. Вы хотите ее в динамике. Но вот на самом деле, это же двоичное, это плоское выражение. Поэтому я говорю, что нужно объемное. Объемное это уже флеш, это стоит других денег. Люди говорят, мы бесплатно работаем, как можем. А те, кто умеет что рисовать, они говорят, плати. Слушай, но объемное оно же не... Оно вот такое. Вот. Спираль. Вот, отлично. Спираль. Спираль показывает, что мы понимаем, что вся жизнь, все процессы в галактике, они имеют причинно-следственную связь. И в пространстве мы движемся в галактике по спирали. Это верная подсказка. Конечно. Потому что именно вот этот фрагмент, один из фрагментов, и обрезали у большинства сегодня живущих. Почему люди спят? Потому что они не видят смысла в чем. Если все по кругу, все замкнуто, как белка в колесе, то, конечно, жизнь не имеет смысла. А если ты знаешь, что это спираль, по образу и подобию также сотворены и наша ДНК, и все процессы вокруг спирали видны, то тут ты начинаешь что-то задумываться, что каждый виток спирали, он куда-то к чему-то ведет. Но это уже отдельная философия. Так, мы говорим о... Здесь нет ни черного, ни белого. Давай вот так вот сожмем ее. Плоское выражение. То есть нет ни черного, ни белого. Здесь ноль, и здесь ноль. Сейчас компьютеры квантовые. Би-квант. Ну, ноль-ноль. И ноль единичка, а ноль-ноль. Би-квант. Ой, здесь круто. Это буквица ФИТО. Длиннославянская буквица. Ой, еще круче. Это знак аннексима. Знак аннексима тоже метафизика. Еще круче. Еще один смысл. Это буквица ФИТО, которая говорит идти вновь. Которая лечит от бесплодия. Она же в развернутом варианте имеет еще одни образы. Видите, вот этот образ. Сейчас мы его поймаем. Вот такой. Вот. Раз. Да, да, да. Раз. Да. Это буквица ИЖА. Молодец. Молодец. Последняя буквица в порядке буквицы, которая говорит мера времени. Ну, наконец-то ты пришел и сумел визуализировать древнеславянский алхавит. Этой буквицы заканчивается порядок буквицы. И начинается что-то новое. Заканчивается календарь буквицы. Порядок календарь. Это все буквы плоскостного письма. Смотрите. Которые мы читаем. Мы читаем буквы. А куда смотрим? Ну, смотри в объектив. Смерть его, смотри. Да. Видите? Все буквы плоскостного письма это образы многомерных объектов. Это генетика. Дорогие дизайнеры, но вот когда вы меня спрашиваете, в какой области мыслить, вот пересматривайте этот сюжет. По-моему, все ясно. Олег Басаргин. Ну, так вот и рождается дизайн. Откуда, говорю, кто придумал дизайн? А вот так вот пришел человек и с шеей снял. Круто, очень круто. Очень много...